Всем привет друзья, с вами снова Дэнни, и сегодня я прохожу одну из историй Horizon под названием Трюкач, ну а планирую я пройти все испытания на три звезды. Сама история располагается неподалеку от фестивальной площадки, но пройти придется 10 глав. Ну и насколько я понял, наш герой участвует в съемках фильма. Глава 1 это сцена 55. Давайте прочитаем описание. Алекс Кобальт мчится на мощном спорткаре по тихому английскому поселку, его преследует генерал Коракс на самолете. Алекс прыгает сквозь живописную деревенскую мельницу и уходит от погони. Что ж, для того, чтобы набрать три звезды, мне понадобится прыгнуть на 92 метра, видимо. Ради интереса, давайте посмотрим, с кем я буду соревноваться. Ну, по сюжету я это испытание прошел, и среди друзей я стою на четвертом месте. Первое место у МИДа 313 метров. Ну, попробуем побить этот рекорд. Поехали. Так, значит речь была о вас. Вы каскадер? Джоэл за вас поручился, поэтому будем работать вместе. Садитесь в машину и поезжайте в... в Родвей. Там уже идет подготовка. Окей. Моя первая цель это поездка в Бродвей. Ну, в Бродвей. И побыстрее, ладно? Нужно успеть до темноты. Так, мне дают целых три минуты, чтобы доехать до прыжка. А сколько километров? Да всего один. Я быстро управлюсь. Блин, нравится мне эта машина. Активная аэродинамика и все дела. Конечно, хотел следовать правилам дорожного движения, но, видимо, у меня это не получится. Так, это прыжок? Или это еще не прыжок? Нет, это, наверное, место, куда я должен приехать. Приехали. Скорость развивать вы умеете. Ммм. Ладно, приступаем к съемкам. Окей, я готов. Вам еще учиться и учиться, зато возможностей хоть отбавляй. Это классическая погоня. Герой преследует самолет, а он скрывается, пролетев через старую ветряную мельницу. Не спрашивайте. Если Джоэл не врет, вы справитесь на ура. Конечно. Эй, душите глубоко, а глубже. Держитесь. Все под контролем. Я расскажу, что делать. Все будет в порядке. А как иначе? Музыка нам не нужна. Погнали. Пролетите дальше требуемой дистанции. Говорит, влево. Вы не забываете скорость. Оу. А это уже интересно. Так, мне надо набрать 91 метр. Ну, как мы помним. Хотелось бы побить рекорд МИДа в 313 метров. Но не хотелось бы... Свой рекорд. Нет, я не буду успевать читать, что они говорят, поэтому просто сконцентрируюсь на поездке. Эй, не расслабляйся. Мы еще не закончили. Езжайте на гуру. Окей, окей, я туда и еду. А где самолет? И где съемки? Блин, очень мощная машина. Классная. Она достаточно неуправляемая. Так, вот он, прыжок. Камеры вы заставлены. Погнали. Давай, 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 давай. Я должен набрать хотя бы три сотки. Блин, надо было прыгать влево. Так бы я набрал больше. Блин, 297. Ну ладно, три звезды я набрал. Что ж, снято, всем спасибо. Поздравляю, вы все еще живы. Хотите повторить? Я дам ваш номер спецам по подбору актеров. Они позвонят. Окей. Продолжить. Переходим ко второй главе. Она называется «Сцена 29». Ранним вечером международный суперагент Алекс Кобальт едет вдоль побережья на уникальной винтажной гоночной машине. Что ж, интересно, что меня там ждет. Мне надо уложиться в 2 минуты и 5 секунд. Посмотрим, кто у нас первый. Готс оф Турбо. Минута 27. Не обращайте внимания на мои старые рекорды. Это прохождение до того, как мне сбросили профиль. Ну что ж, попробуем уложиться в минуту 27. Поехали. Так, Эль Камино? Моя тачка? Какие люди? Хотите снова пощекотать нервы? Наверняка. Блин, это же тачка, на которую я приехал. Короче, мы перекрыли несколько дорог на пробережье. Годите туда на своей машине каскадерную, пока не родим. Сами все поймете, как доберетесь. Окей. Значит, эта тачка у меня на время. Ждите к остальной команде на южные болота. Не задерживайтесь хорошо. Они не любят ждать. Если бы я знал, я взял бы что-нибудь побыстрее. Офигеть, целых 6 километров. И целых 6 минут. Ладно, пожалуй, поездку до испытания я снимать не буду, поэтому перейдем сразу к прохождению. Мы на месте. Последний инструктаж и можем приступать. Окей. И что мне дадут в этот раз? В этот раз никаких самолетов и прыжков. Просто красивая быстрая езда по прибрежному шоссе. Судя по всему, фильм один и тот же, но это не точно. Я не читал сценарий. Это же автоюнион, да? Вы поедете на этом? Что тут сказать? У этой работы есть свои преимущества. Классная тачка. Мне нравится. Так, у меня есть минута 27. Значит, будем очень аккуратно ехать. И не повреждать машину. Так. Можно ли сократить напрямую? Не очень-то и хотелось бы жульничать, поэтому поедем по маршруту. Главное, ни в кого не врезаться. Так, тут он прав. Блин, еще этот трафик. Она очень тяжело управляется на поворотах. Я вот забыл, она полноприводная или заднеприводная? Давите, говорит, на газ. Да ты бы сел на нее. Она абсолютно неконтролируемая. Блин, черт. Знал же, что там будет машина. Так, а можно как-то сразу сократить на пляж? Опасно. Нет, не буду, поеду по дороге. Блин, откуда столько трафика здесь взялось? Так, аккуратней, аккуратней, аккуратней. Блин, заносит. Думаю, откуда классическая музыка доносится. Радио не отключил. Так, нет, минута 27 я все-таки не уложился. Да и в свое время я не уложился. Минута 33 у меня была. Но в 2 минуты и 0,5 я уложился. Блин. Красота, это я про дубль. Машинный пейзаж как на подбор. Водите вы к... К слову, вполне сносно. Спасибо, чувак. Я старался... Продолжить. Итак, переходим к главе номер 3. Сцена 67. Выбравшись из комплекса генерала Корракса на красавца Ламборгини, раненый Алекс Кобальт совершает захватывающий прыжок сквозь водопад, оставив преследующих его зверей позади. Что ж, здесь мне надо набрать 145 метров. Давайте посмотрим, кто первый. Ничего си. А первый мой предыдущий профиль. Поэтому буду бороться сам с собой 165 метров, как минимум. Поехали. Рад, что вы вернулись. Для следующего трюка нам потребуется мастерство, изящество и инерция. В этот раз поедете на каскадерской машине. Как раз приноровитесь. Ламборгини? Постарайтесь ее не побить, хорошо? Нам еще устраивать ей красивую фотосессию после съемок. Ты прикалываешься? Если я буду прыгать через водопад... Я наверняка ее разобью. Так, включим радио, чтобы не мешало. И поедем на место. Далеко? Блин, я даже не вижу. По-моему... Ух, не близко. Ладно, тогда эту поездку я для вас пропущу. Вот мы на месте. Так, мы на месте. Будет непросто прыжок через реку и куча камней. Сосредоточьтесь, возьмите разгон. Простите любителей ламборгини. Особенно Гоярдо. Хм, я не сохранил вашу машину. Селости. Забудьте о реке, забудьте о камнях. Сосредоточьтесь на скорости и... Трамплине. Чтобы долететь до той стороны, вам нужно не менее 160 километров. Неудавшиеся прыжки дело болезненное, уж поверьте. Но мы затянули подвеску, получили жесткость 5 единиц. Дальше все зависит от вас. Удачи. Что ж, я готов. Поехали. Сцена 67. Кружок через водопад. Мотор. Так, мне надо набрать 166. Минимум. Для этого мне надо хорошенько заехать. Ай. Так, вроде держу. Давай-давай-давай-давай. Ничего не сбиваем по дороге и вылетаем. Так, мне надо приземлиться в самую низкую точку. Есть 162. Ну хотя бы 162. Снято. Вы в порядке? Конечно в порядке. Разве могло быть иначе? Я за вас ни секунды не переживал. Ну, свой рекорд я не побил. Но три звезды я получил. Так что продолжить. Переходим к главе номер 4. Сцена 82. Вторжение из иного измерения в самом разгаре. Алекс Кобальт уворачивается от осколков орбитального кристалла, падающих на живописный английский поселок. Прикольно. Надо набрать 80 тысяч очков. Очков чего? Дрифта? И в этот раз первый у нас Тимир Булатов с 238 тысячами очками. Что ж, попробую хотя бы приблизиться к этому. Поехали. Ух ты. Спасибо, что приехали. Нужно переснять одну сцену. Трюки за авторством Фрэнки оказались довольно посредственными. Нет, без профессионального трукачания обойтись. Гоните в деревню. Как раз привыкните к каскадерской машине. Это же RSRX... Блин, нет, RSR... RSST... Блин, я запутался, ладно. Я буду рядом, не беспокойтесь, увидимся на месте. Так, а здесь далеко ехать? В принципе, недалеко. Но вас мучить я не буду. Что ж, приехали. Мы снова в Бродвее. Похоже, английские деревеньки новый тренд в кино. Ладно, разомните ноги и приступим. Да, по-моему, это RSRX Форд. Короче, проблема в том, что Фрэнки отказывается от опасной езды, если бы это не в характере персонажа. Актеры, что с них взять? Так, а мне надо набрать... Но вы-то сможете зажать газ и разнести тут все к чертям собачьим? Конечно, сможете. Мы потом выберем лучшие кадры. 280 тысяч, по-моему. Ну, поехали. Ладно, сцена 82, погоним деревню. Мотор! Погнали! Так, это 1-3-3. Мне надо просто набрать 280 очков за техники. Я понял. Блин. Какая у нас сложновато в управлении немножко. Надо было отключить ОБС и... О! Какое-то испытание даже выполнил. Надо попробовать набрать все одним разом. Так. Буду отталкиваться от дрифта и смотреть, что можно разрушить. Так, прыжок почему бы нет. Отлично. Да, есть там что-то. Попробую сделать удар сбоку. Летающие ящики? Офигеть. Так, поехали. Еще подриктим. Сколько там максимальный бонус? 6. Если делить 280 на 6, это мне надо набрать 50 тысяч очков. Нет. Бочку я делать не собираюсь. Сделаем просто прыжок. И разобьем боком. Так, дрифт на ручнике. Крах. Да, удар сбоку засчитывается. Попробуем еще один прыжок. Главное не сбросить счетчик очков. Нет, мне надо набрать 60 тысяч, потому что счетчик остановился на пятерке. Так, здесь еще один прыжок, но куда я заезжать не буду. Боюсь сбросить. Нежное касание зачлось отлично. Блин. Слишком широко взял. Еще одни летающие бочки. Отлично. Сколько осталось? 40 секунд. Ладно, надо ускориться. Больше половины пройдено. Так. Попробуем еще один прыжок. И надо вернуться туда. Блин. И сбросилось. Это очень плохо. Я уже наберу 280. Хотя можно попробовать. Посмотрим, сколько уже есть. 150 плюс. Блин. Надо поменьше нервничать. Окей. Ну где там счетчик? Отлично. Нежное касание. Есть. Так, прыжок через... Блин, 6 секунд всего осталось. Я не наберу точно. Ладно. Ну, 80 тысяч очков я набрал. Спасибо. Я отправлю материал монтажерам. Они уже передадут режиссера. Но если это не пойдет в фильм, деревни выпусили, повеселились от души. Окей. Три звезды получено, поэтому продолжаем. Переходим к главе номер 5. Сцена 14А. Успешно избежав поимки передовым отрядом, злобный генерал Коракс мчится по бездорожью в свое убежище, где приведет в действие свой дьявольский план. Переход к титульному экрану передовой отряд Гамбит Центавра. Для трех звезд мне надо успеть за 50 секунд. Кто же у нас первый? А первый у нас Фрик Стайл с результатом в 36,9. Что ж, попробуем побить твой рекорд. Поехали. Опа, Гиллендваген. И снова здравствуйте. Мне тут встретился режиссер этого фильма с Фрэнки. И, похоже, теперь трюки хотят писать под вас, если, конечно, вы готовы. Я сказал, что готовы. Отлично. Сегодня снимаем на шоссейной трассе. Водить придется много, поэтому берите каскадерскую машину. Только не разбейте ее. А то постановщик мне голову оторвет. Блин, да это же Гиллендваген. Как его разбить? Это же просто гора. База находится в горах. До встречи. Так, ехать до туда целых 6 минут, поэтому для вас я это пропущу. Что ж, это было достаточно утомительно. Ах, вершина мира, наслаждайтесь. Вы вернетесь вниз уже очень и очень скоро. Так, 39 секунд. Если я не ошибаюсь, чуть не забыл, в этот раз вы дублируете злодея. Все любят антагонистов, верно? Вероятно, в горах вы разрабатываете свой злобный план. Не парьтесь об этом. Просто как можно быстрее спуститесь с вершины к подножию. Но это я люблю. Погнали. Так, мне дали конечную цель, правильно? Начинаем. Хорошо, сцена 14А. Спуск с горы. Мотор. Ладно, попробуем по их правилам. Аккуратно. Ну, не отпускай разгон. Держи, держи, держи. Блин. Я хочу сразу напрямую. Мне кажется, я уложусь в 39 секунд. Давай, 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 гелик. Тяни, тяни, тяни. Ай, молодца. Побил рекорд. 35 секунд. Хорошо, очень хорошо. Не знаю, как все это вписаться в сюжет. Что-то там просто адский злодей. Ладно, верно я говорю. Отлично. Взял три звезды и побил рекорд. Поэтому продолжить. Переходим к главе номер 6. Эдинбургское свидание. В записках Майка Стилла для его проекта Эдинбургское свидание среди неразборчивых каракуль можно различить слова Езжай быстрее, раннее утро и чтоб Клоду провалиться. Звучит многообещающе. Уложиться мне надо теперь в минуту 40. А первое место занимает Обедиент Кодор 36. Надеюсь, я правильно произношу ваши ники. Ну, а уложился он в 51 секунду. Наверняка срезал читер. Ладно, попробуем. Да, здравствуйте. Предлагаю немного отдохнуть от фильма с Фрэнки. Мне нужна помощь со своей собственной короткометражкой. Снимаем в Эдинбурге. Блин, да до туда катить и катить. Давайте на перегонки. Нет, шучу. Я слишком стар для этого. Наверняка туда минут. Да, также шесть минут. Видели свидание Клода Лелуша? Я не часто смотрю от Хаус. Но знаменитая восьмиминутная поездка по Парижу в истории кинематографа. Ладно, для вас я это тоже пропущу. Ну, вот ей на месте. Я делаю оммаж, только снимаем в самой прекрасной столице Европы. Что думаете? Я думаю, что я не знаю, что это за слово. Как же далеко они закидывают эти гонки. Все, маршрут определен. Камеры на машине от вас лишь требуют согнать. Не вижу на одной камеры. И ее взял ради отсылки к Франции, но мощности хватит сполна. Нам нужны скорости и изящества. Так, я забыл, за сколько мне надо уложиться. Минута сорок. Окей. Значит, надо уложиться за полминуты. Шучу. Хотя бы за минуту двадцать, наверное. Ладно, попробуем. Блин, классика, она немножко сложна в управлении. Ну, по-моему, она заднеприводная. Поэтому достаточно быстро будет ехать. Окей, я тебя понял. Мне надо направо. Блин, вот эти вот тормозные пути немного сбивают с толку. Ну, я думаю, я справлюсь. Не, она отлично проходит повороты. Это же, по-моему, Реношка. Да, Рено Альпайн или Альпин. Как правильно, я не знаю. Напишите, пожалуйста. А то я вечно путаю название. Так, полпути я уже проехал. Я не типа Принцесс-стрит. Вдоль садов не сдерживайтесь. Да я пытаюсь, пытаюсь, друг мой. Но она же медленная. Блин, нравится она мне, симпатичная такая. Давай, 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 давай. Не, минуты 20 я точно не уложусь. Мне еще один километр ехать. Так, аккуратно. Аккуратно. Блин, широко взял. Не дорулил. Ладно, нормально. Ладно, я уложусь во время. Надо будет потом посмотреть, на каком я месте. Есть. Ух, отлично получилось. Лучше, чем я думал. Я приглашу вас на премьеру. Только не говорите, что вы были за рулом, хорошо? Пусть это останется тайной. Отлично, три звезды получено. Как ты добился такого результата, скажи мне? Мне кажется, я понял, там можно было просто проехать напрямую. Ну да ладно, три звезды получено, поэтому продолжить. Итак, глава под номером 7. Сцена 79А. Раздобыв в подземном комплексе ключ планетарной защиты, Аликс Кобальт на полном ходу мчит по забитым обломкам туннеля, а затем пересекает апокалиптическую пустошь. Вторжение из-за нового измерения началось. Что ж, мне надо уложиться в 46 секунд. А первый у нас опять Тимир Булатов с результатом 43 секунды. Что ж, попробуем побить твой рекорд. Поехали. Привет, я тут со своей Эдинбургской короткометражкой нарвался на скандал. Оказывается, власти не любят синема. Верите? Синема верите? Что это? Им подавай разрешение. Но я ничего о вас не рассказал. А Джоэл уже пытается все уладить. Вернемся к нашему блокбастеру, хорошо? Надо, чтобы вы спустились к южному автодорожному туннелю. Блин, красавец Додж. Ох, какой мощный. Команда уже ждет. Я скоро буду. Окей. Ехать опять не близко, поэтому с вами мы увидимся на месте назначения. Кажется, я на месте. Мы на месте, трюк будет не из простых. Парни трудились сутками. Но вы не думаете? Я вас не сомневаюсь. Помните, я упоминал компьютерную графику? Забудьте. У нас тут несколько баррикад, туннелей и трамплинов. Не расслабляйтесь. Попытка номер три. Погнали. По огонькам не обязательно проезжать, поэтому я решаю сократить путь. Но, как оказывается, не всегда это верный выход. А иногда можно даже во что-то врезаться. Здесь, мне кажется, идеально это просто запомнить маршрут. Так, вот здесь я тогда ошибся. Так, аккуратно. Есть. Пролетел. Здесь я врезался. И... Давай попробуем объехать. Есть. Так, и здесь, по-моему, тоже есть пролет. Да, отлично. И... Есть три звезды. Неплохо. Думаю, даже если кемо будет прийти, то народ пойдет смотреть благодаря вашим трюкам. Возможно, на это режиссер и рассчитывает. Так, а я все-таки побил рекорд? Да. Теперь я первый. Отлично. Можно продолжать. Переходим к главе под номером восемь. Автореклама. Набросок сценария рекламы перечеркнут. Сверху почерком Майка написано «Скукотища». Похоже, будет круто. Итак, мне надо успеть за 22 секунды для трех звезд. Кто же у нас первый? А первый у нас опять, Обеди Энд Кодер. С результатом в 19 секунд. Что ж, попробуем побить. Поехали. Похоже, вы уже успели прославиться. Я отдал пленку с вашими трюками. Теперь нас зовут рекламировать автомобили. Доводилось работать в рекламе? Деньги хорошие, но работенка нудная. Поэтому нужно уметь веселиться. Скоро узнаете, о чем я. И что мы рекламируем? Мини Купер? Прекрасно. Ехать опять 6 минут, поэтому увидимся на старте. Все готово. И даже погода хорошая. Снимаем. Прикольно. Съемки в карьере. Припаркуйтесь здесь. В брифинге говорится о практичном городском автомобиле. Жрек мало. Бензина легко паркуется. И это все, конечно, хорошо. Но сможете ли вы припарковать его на контейнере? Не беспокойтесь, идею уже утвердили. Точнее, ее утвердят, когда я им все. Расскажу и покажу материал. Поехали. Так, ну это в принципе не так уж сложно. Главное аккуратно объехать. И прицелиться. А, мне туда припарковаться надо. Блин, погоди. Что это значит? Ёлки, мне надо заехать по контейнерам? Так, ладно, еще раз. Блин, а прямо не получится. Я опять потерял время. Ладно, заново. Попытка номер три. Окей. Контейнер-клайм-адверт, тейк-1. Акшен! Так, со стартом вроде более-менее. Здесь оттормозить, но ненадолго. И аккуратно. Блин, а где? А, мне надо было встать. Отлично, образцовый прыжок. Если такая реклама не продастся, городской автомобиль, то я даже не знаю. Не успел прочитать. Блин, я уложился в 20 секунд. Рекорд не побит. Ну ладно, три звезды я получил, поэтому продолжаем. Итак, предпоследняя глава под номером 9. Сцена 48А. Удалось перехватить секретное сообщение от генерала Корракса. Суперзлодей планирует устроить вторжение из-за нового измерения. А Алекс Кобальт тем временем мчится вдоль берега озера к тайному командному центру, чтобы вновь собрать передовой отряд. Набрать мне надо 65 тысяч очков. А первое место у нас в третий раз занимает Тимир Булатов. С результатом в 176 тысяч очков. Наверняка опять очки техники. Ладно, поехали. Я вернулся к фильму с Фрэнки. Продюсеры говорят что-то там про автомобильные сцены. Я им ответил, что у вас количество сцен не испугает количеством. Нам к югу от озерного края. Похоже, в этот раз поедем по бездорожью. Прикольно. Окей. Команда машины уже на месте. Увидимся там. Да, с вами мы тоже увидимся там. Ну, мы на месте. Прекрасно. Теперь понимаю, почему мы снимаем тут. Я думал, продюсеры хотят нагнуть драматизма. Ну, знаете, красивые пейзажи и пафосная музыка. Да и ехать надо вдоль Дермент Ватер, но... Поедете вы вот на чем. Не знаю насчет вас, но от такой мощности и подвески у меня дух захватило. Интересно, а он стоковый? Давайте посмотрим. Доберитесь до места назначения, заработав 7,5 тысяч баллов. Так, а надо мне не 7,5 тысяч баллов. Мне надо намного-много больше. Ты хочешь сказать, чтобы я дрифток набрал сколько баллов? Блин, да мне кажется, это нереально. Ладно, попробуем. Может быть, попробовать сбивать что-то? Давай-давай-давай-давай. Он не дотягивается, черт. Ладно. Попробуем с этой стороны. Черт. Слишком сложное управление, машинка. Давай, разбей по дороге что-нибудь. Сколько мне надо набрать? 170 тысяч очков? Да ну нафиг. Не, ну 7-ку-то я быстро наберу. Я уже набрал. Я уже набрал 21 тысячу. Блин, это сложно. Ёлки, да как же её мотает-то? Окей, попробуем вернуться на дорогу. И при этом не сбросить счётчик очков. А ещё мне надо уложиться в минуту 35. Блин, ну у меня была идея не ехать на... по дороге, а на прынке. Подрифтовать, там всё такое, но... Это, наверное, лучше делать зимой. Поэтому я просто подрифтую по дороге. Не, ну в принципе, 3 звезды я наберу быстро. Я уже, мне кажется, набрал. Переди трамплин, давайте немного полетаем. Блин, главное не сбросить очки. Есть. Взбиваем. Удар сбоку, ландшафтный дизайн. Так, ну в принципе, соточка у меня уже есть. Этого должно хватить. Теперь главное успеть до финиша. Ехать ещё 2 километра и 40 секунд. Блин, мне кажется, я не успею. Так, 25 на 5, это сколько? Это у нас получается? 125 тысяч. Блин, да я не успеваю. Чёрт, а есть вариант напрямую проехать просто? Да есть, конечно. Поехали напрямую, попробуем успеть. Один километр. Один километр. И... Ладно, мне хватит столько очков. Аккуратно. 12 секунд, блин. Топи, топи, топи. 9 секунд. Давай, 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 давай. 6 секунд. Давай, давай, давай. Сотка метров. Есть. Нет, блин. Да, успел. Красава. Великолепно. Фрэнки Бомон так в жизни ездить не сможет. Стоило бы сделать вас звездой всего фильма. Блин, интересно, а сколько я набрал? Ну, 3 звезды по-любому. Давайте посмотрим. Блин, чуть-чуть, чуть-чуть не догнал тебя. Там даже не тысяча, там 600 очков не хватило. Ладно, продолжаем. Итак, осталась последняя глава в этой истории. Глава под номером 10. Сцена 99А. Обнаружен товарный состав с мобильным командным центром генерала Корракса. Алекс Кобальт преследует поезд, пока его верный помощник Чи пытается взломать канал межпространственной связи и остановить вторжение. Уложиться мне надо в 1 минуту 15 секунд. А первое место у нас занимает Сейбен-76 с результатом в 47 секунд. Окей, попробуем побить твой рекорд. Пришел момент истины. Вы последний раз замените Фрэнки в кульминации фильма, который мы снимали все эти месяцы. Если, конечно, концовку не перепишут. Не важно, пора выложиться по полной. Вы со мной? Конечно. Блин, Астон Мартин очень классный метод. Мартин очень нравится. Ну ладно, мы с вами увидимся в начале гонки. Немножко шаталов в пути, но ничего страшного. Приехали, мы размещаем последние детали. Нужно сделать три прыжка через железнодорожные вагоны. Держитесь маршрута и гоните изо всех сил. Вы теперь профессиональный каскадер. Слушайте, я уже не понимаю, герои или злодеи, и о чем вообще этот фильм. Но смотреть, как вы водите, настоящее удовольствие. Спасибо. До слез. Так. Здесь наверняка все сокращают, но я попробую поехать по дороге. Девять секунд. Да ты шутишь, я же не успею. Попытка номер два. Так, попытка номер три. Держаться надо асфальтовых дорог. Это первое. Второе. Асфальтовым дорогам, если ехать, то ты просто не успеваешь проехать за минуту пятнадцать. Ёлки, придется облежать. Прости, но трамплин я объехал. Еще и время потерял. Попытка номер четыре. По дороге я не успеваю этого сделать. А сократить достаточно проблематично. Потому как дается всего десять секунд на бездорожье. Сейчас вы поймете, о чем я. Так, берем разгон и налево. Я хочу набрать три звезды. Поэтому нам надо успеть проскочить на дорогу. Аккуратно. Есть, на дороге я побывал. Теперь надо вернуться. Отлично. Последний поворот. И, возможно, я даже подключу чей-нибудь рекорд. Аккуратно. Трактор. Ну ты здесь вообще не в тему. Ладно, погнали. Попробуем. Хотя бы в пятьдесят пять уложиться. Три звезды я уже получил. Так что... Будем считать, что... Глава пройдена. Снято. Ого. Уф. Не думал, что скажу такое. Но я и сам бы лучше не сделал. Спасибо. Ах, да, я говорил с продюсерами. Не хотите выучиться актерскому мастерству? С вами работать куда приятнее, чем с Фрэнки. Интересно, а рекорда я побил? Офигеть, мне до этого рекорда гонять и гонять. Что ж, ну а мы продолжаем. Похоже, вам удалось впечатлить Майка. Это уж поверьте, ой как непросто. Я сообщу, когда он снова со мной свяжется. Значит, у Майка нет претензий? У Майка, который Майк Стилл? Мой знакомый каскадер? Да чтоб меня. Что ж, со своей задачей я справился. Историю я прошел на тридцать звезд. Ну а в награду мне дали новенький Dodge Challenger SRT Demon. На котором я как раз успел немного покататься в этой истории. Блин, какой красавец, а? Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую историю. Всем пока и увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok